Друзья, я пока без Димы. Мы с лидерами готовимся к мероприятиям, которые будем проводить. Для команды сейчас нахожусь в нашей штаб-квартире Новосибирска. Очень горжусь тем, что пригласили именно сюда. В кабинеты не зайдем, нельзя. Мы с вами пройдем по коридору. Просто покажу, насколько здесь красиво, насколько комфортные условия для сотрудников именно компании. У нас вот там и тут, где открытая дверка переговора, наши снежинки. Вот эти снежинки есть во всех офисах, только большего размера. Вы еще не раз с нами попадете на рабочие всевозможные созвобы, мероприятия. Я думаю, вам тоже будет интересно, потому что это именно процесс, в котором можно, скажем так, принять участие, стать частью нас, стать частью нашей команды. Смотрите, такая карта о присутствии нашей компании в разных странах мира. Как она красиво светится. Так, я убежала, меня ждут. И до новых встреч. Всем доброе утро. Сегодня у нас... Господи, какое у нас сегодня число? Сегодня у нас 15 июля. У нас сегодня большая встреча топ-литеров. Я уже, можно сказать, убежала. Дим присоединится чуть позже. У него дела в городе возникли. Пришлось срочно отъехать. Поэтому, Дим, возможно, сегодня кадра будет мало. Если чем-то можно будет, я поделюсь. Но, скорее всего, будут просто мысли постфактум. Потому что это закрытые мероприятия. Можно вот эти интервью потом использовать друг для друга, да? Я предлагаю, прям, знаете, можно в чат наш топовский туда бросать, да? То есть не только те, кто был на производстве, а вообще в топовский чат грузить. Я думаю, это хороший инструмент, собственно говоря, в дальнейшем. Так, у нас закончилась первая часть. Расходим все временно. Была такая интересная процессия. Много поденерили, поработали головой. Мы на втором этаже Мариотта. Здесь бизнес-часть. Вообще проходит везде. Здесь куча залов презентационных. Все очень красиво. Здесь же оформляются различные фуршеты. Сейчас мы идем на обед. Дим пока не освободился, не присоединился. Как закончить свои дела? Придет. В общем, я пошла искать место ням-няма. Все, кто хорошо поработал, тот хорошо ест. Привет. Добро пожаловать в Ютуб. Прятую. Шубар, что? Приветствую всех звезд наших. Энди. Те, кто давно остался с этим. Всем привет. Спасибо. У нас сегодня ждет удивительный тренинг «Чувствия как парфюмер», где у вас будет возможность погрузиться в то, как создаются ароматы. Это волшебный мир, который окутан множеством тайн и фантазий, а также магии. Ароматы – это магия. И мы сегодня с вами разберем, как, собственно, создаются ароматы. И будем чувствовать с вами как парфюмер. Поскольку будет очень много запахов, то помним о технике безопасности. Нужно пить водичку. Она помогает легче воспринимать ароматы. Поэтому позаботьтесь о воде прямо сейчас. Хорошо. Так, друзья, вы с нами немножко погуляете по Новосибирскому. Дима, что наш отельчик там зацеляется делегация. Дима, в какой страны зацеляется делегация? Из какого-то мяу-мяу страны. Господи! Заберите Фросино. Не забирайте. Не, 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 я ничего особо не знаю. Идем мимо Новосибирского академического диагноза. Я захотел сказать этих слов. Я не знаю, ну вьетнамцы, китайцы, корейцы. Ну, не знаю. Идем мы сейчас прогуляться в сторону наших партнеров. Они у нас в Хинтоне. Холесо сдулось, чтобы понимали. Это Дима, развязались шнурки. Просто кое-кто любит определенный модель кроссовок, но категорически не хочет. Нет, ты неправильно говоришь. Просто из-за моего антономического настроения, моей стопы, мне подходит. Подходит мне тебе обувь. Вот тебя божик за это наказал. Ты смеешься, не думаю. И правильно держи камеру. На, сам снимай. Во. Ну тебя. Все, больше говоришь? Не говорю, сейчас с тобой не разговариваю. Все, выключаю? Нет, мы гуляем по Новосибу. Ну а что, не должен держать просто так? Вот ты держишь и разговариваешь. Рассказывай. Что же это, личный оператор такой? Да, вообще-то мой личный оператор. Наглая я, да? Слушай, мы куда сегодня собрались с командой ужинать? Ой, ресторан какой-то там, театральный называется, что ли? Нет, гастрономический театр. Ну, что это? В общем, мне очень интересно, жители Новосибирска, пока мы там до туда не дошли, это будет еще не скоро, вы там уже смотрите, расскажите, что это такое? Что нас там ждет? Такая девушка вот с микрофоном, вот тебя же не слышно. А, е-барзет. В общем, жители Новосибирска, расскажите нам, пожалуйста, что нас ждет в гастрономическом театре? Гастрономический архазм. Ага. Личный Вуди Вуттейкер. Красивый театр. Можешь меня сфотографировать? Нет. Почему? Я тебя на видео снимаю. Вот договариваюсь с тобой. Ну как мне еще фотографировать себя, если ты меня не фотографируешь? А это обязательно делать? Мне для сторис надо. А, все, я понял. Контент превыше всего. Да. У тебя вот контент видео, а у меня надо сделать и фото-контент, и видео-контент, и текстовый контент. Ну все, идем мы в Хилтон, даже в команде. Да. Не могу ли поделиться, очень красиво играет. Мы пришли к девчонкам в Хилтон. Они там шустрят, шустрят, одеваются. Юрьича пускать не хотят. Вообще, ходят там, с писульками сверкают. У тебя балбай, у тебя балбай кругом. Дума, дорогой. Могли бы так пустить. Не хотят. Я сейчас передумаю. Я пойду в другой команде какой-нибудь сейчас. А вас в Ютуб можно? Можно. Привет. Дуру. Привет. И прошлое месяц. Да. Привет. Вот что там было? Идем с нашей командой. Какие красотки. Где там еще одна? Не видно? В Беллом Даму. В общем, идем в какой-то гастрономический театр. То ли в театр идем, то ли ужинать идем. Непонятно. Какие выйдем, покажем уже после. У меня полная... А, все, я поняла, куда мы пришли. Сейчас здесь будет театр. Вон там исторический музей с зеленой крышей. В общем, у нас здесь... Так, все, реклес. Будете потом нас смотреть, девочки, во влоге. Под ужин. Я сегодня кого, кстати, снимала, всех спрашивала. А можно вас в YouTube засунуть? Можно. Суньте, пожалуйста. Слушай, а мы хотели у них... А? Мы хотели у них интервью еще взять. Как им производство? А то они молчат с тряпочком. А сейчас мы сначала это, да? До кондиции. Там фокус не сбился? Нет, фокус не сбился. Я держу руками. Камера протерта? Протерта. Чигирями идем? Ну, опять, 1910-е года. Постройки. До революции. Я так предполагаю. Танякин, видишь, отгрызть кирпичик у каждого дома. Потрогать. Не-не-не, отгрызть. Потрогать. Поэтому она такая. Да, что мы уже не отгрызли. Я не хотела. Я же тебе посчитала, сколько укладка стоит. Сколько меньше оказалось. Необычно это посчитали. Позвали, да? Все, все успокоились, все набрали. А в небо или что-то такое? Мы ничего не берем. Лепешку же уберете. Не примените. В принципе, да. Интересно. Девчонки. Да, вуууу. Красота вообще. Очень интересная. Юрьевич. Топ не обезенчик. Зелени сколько. Виноградные улитки. Да, видите, вы снимаете, да? Да. Не знаю. Последний раз я пробовал в газарине ресторане. Петься улитки виноградные. Моя, моя, моя паста. Дима решил во все тяжкие сегодня. Ам. Пусть я путем. Вкусно? Спасибо. Еще одна ложка к пасте. Не, Леня. Что в контексте? Ты ко мне, Леня. Потом вы просто перевернете и все? Сейчас посмотрим. Я нам людям нельзя такой чейзер. Я вам поставил. Я вам поставил, да. Не, у нас просто нигде такого нет. За собой. Только лучше на другом конце России окажут. Если вот брать по этому. Не на конце, на середине. Конец, и Дальний Восток. Поехали европейцы. Как это называется? Вулканы смотрите, короче. Дим, расскажи Ирине свою идею. Я бы поехала. А зачем столько заварки много? Это же травяной чай. А? Это же травяной чай. Он ненасыщенный. Он слабенький будет после этого. Очень интересно. Варенье из шишек. Дмитрий Юрьевич, доброе утро. Дмитрий Юрьевич сегодня недобрый. Зато красивый, смотрите, какой. Нет, из равновесия. Выводит, и вводит, и вводит. Пока все разбежались, у нас маленький перерыв. В общем, у нас сегодня съемки. История того, как мы пришли в Сайберин Велнесс. В этот раз уже не Дима в качестве видеооператора, а уже в качестве модели. Но только модель пока сбежала, оставив от себя только одни провода. Уселся я. Кстати, вот парадокс. Почему-то я за камерой всегда могу лучше выражать свои эмоции и мысли, чем перед камерой. Почему вот такой стопорш? Ты знаешь, возможно, камера как привычный инструмент. Рука, да? Ты знаешь, что тебя не видит. Значит, надо было мне в руках камеры держать. А почему все это мы говорим? Потому что мы сейчас недавно записывали интервью. Да, вот наша съемочная группа. И, Дим, ты привык, что я в кадре, поэтому я спокойно выражаю мысли и ловлю ее в любой момент. А ты привык фиксировать картинку, образ. И получается так, что ты вроде бы хочешь поймать картинку, а при этом нужно еще выразить мысль, а еще ты смотришь, а как кто здесь чего стоит, тебе нужно каким-то образом еще развернуть меня и такой, знаешь, расхолкнуть в голове. Поэтому давай для следующего раза. Мы тебе на ее в руке камеру, ты за нее держишься и считаешь, что ты снимаешь ее. Моя няшка. Так, мы заранее просим прощения из-за того, что футбол так резко прекратился и много мы не снимаем по Новосибирску, мы не гуляем по городу. Он настолько хаотичный. Да, к сожалению, у нас нет на это времени. Мы вчера вечером сходили в соседнюю гостиницу только... К соседям. К соседям, к своей команде и все. А мы показывали немножко. Да, вот это единственное, что мы могли показать, потому что дальше уже, ну, не знаю, показывать не стоит. Потому что там все, командная работа идет, там за вас, в принципе, не очень должно быть интересно быть. А ты знаешь, даже это не то, чтобы интересно, это, ну, скажем так, внутренняя информация. Вот когда, бывают такие, они уроки, совещания за закрытой дверью. Вот это общение с командой, особенно когда это не мячки, которые приходят там, да, за мотивацией, за какими-то мыслями, а когда это уже работа с лидерами. Ну, знаешь, пробуем все такое. Давайте, сейчас мы будем эксперимент проводить. Я знаю, что хочу. Вот ты, кстати, против света сидишь, может быть, с тобой поменяемся? Да, нормально. Так, и не разваливайся, как Султан. А у тебя, смотри, диван у меня. Давай, давай, Султан, садись нормально. Дим, засвет дикий просто, сзади тебя белое пятно. Давай я на стульчик саду. Давай ты садишь на стульчик. Я знаю, что хочу. Я хочу до тебя докопаться. Можно? Не, я просто это проверяю свою теорию, как я могу разговаривать перед камерой и перед чужой камерой. Но, правда, Татьяна Павловна не может снимать. До сих пор. Нет, а так классно. Я не могу поговорить. Знаешь, можно поджечь? У тебя на голове листочки. Дим, ты мне знаешь, вот что скажи? А каково вообще это чувствовать себя в роли тех людей, которые обычно... Да, куча. Обычно же ты снимаешь, да? Люди отвечают на вопросы и прочее. Каково наоборот? Дискалф. Почему? Ну, я не знаю, почему. Тут сразу теряются мысли, почему-то. Вот ты вроде вот нацепился, да? Ты делаешь словесную, логическую цепочку, да? Так ты мысли в этом угасла. Но в этом только врубается. Дырка в голове, да? Да, да. Сразу все быстро кому-то присосывается. Ау, сейчас нормально. Может, у меня камера черная смущает? Я предпелил. Так, ну как? Прадокс. С эпопсикологом, наверное, пообщаться. Найти в себе этот затык и уничтожить. Ну, в принципе, да. Потому что, видишь, получается так, что я выгляжу как так. Да? Ну, сейчас-то, конечно, да. Из меня сейчас как из рук изобилия, может, слова. А при интервью что-то я протупил немножко. Нет. Я просто говорил. Продюсер сказал, что все хорошо, все как надо. Ребята, в общем, давайте расскажем, что нам снимали. С Димой, скажите, камера не протертая. Ладно, странный факт. Кто-то любит лазить в объектив пальчиками. Не я. Ну, давай, продолжай. Да, о чем мы хотели поговорить, потому что нам, в принципе, уже нужен этот зал. Там идет событие. Вы знаете, что мы в Сибирске приехали именно в рабочую поездку. И одно из, да, то, что нужно было сделать, то, чтобы было снять ролик, наше такое интервью, наша история, потому что мы... За нами очень долго бегали. Да, за нами. Мы совсем переросли в ранги, чтобы снять ролик. В общем, нам должны были снять ролик еще два ранга назад. Потом нас пытались поймать в Анапе, нас пытались поймать в Саранске. Нас чуть-чуть поймали в Саранске, но получилось так, что поймали только меня, Диму не поймали. В итоге нам сказали, просто ничего хотите, в Новосибирске мы с вас не слезем. В итоге сегодня я проспала, вместо пяти часов встать, чтобы там все подготовить, погладить, я вскочила за 12 минут до макияжа, через час разбудила Диму. Но мы отснялись, отснялись очень быстро, почему, ребята, говорится, когда уже есть опыт, да, делается все гораздо быстрее. Поэтому я вот сейчас хочу какую мысль донести. Когда у вас есть опыт предпринимательства, вы уже эксперт с какой-то базы, работаете с людьми, когда вы приходите в Сибирск, вы реально очень быстро стартуете, быстро выходите на хорошие доходы, 100+, 200+. И это не страшно, да, то есть это новая сфера, в которой вы будете как рыба в воде. Вот наш пример, да, то мы, хоп, у нас съемки закончились 2 минуты назад, мы уже сели, пишем влог. А вы как по-другому-то хочешь? Ну, у нас параллельно наша съемочная группа, о, говорит, хороший кадр. Бэкстейдж. Бэкстейдж. А я хочу сейчас сделать еще вот такой бэкстейдж, потому что мне нужно для столицы... Диму, раскосяк, да. Дим, все нужны для сторис в инстаграм, это тоже показать. Ну что, мы пошли в зал, Дим, ты что-то поднимаешь из зала пока можно? Ну да, немножко посмотрю, интересный момент. Пока можно, потому что потом будет закрыто. А потом Дима будет показывать вам вечеринку. Они с командой тусить собрались. Тусо-тусо-мусо. В количестве 250 человек. Вообще, давно этого не было. А, кстати, а куда мы? Новосибирск, банкетный зал «Парадайз», Ядринцевская, 14-й, 3-й этаж. Новосибирцы, кто знает, напишите, куда нас вечером повезут. Все, погнали, мы на мероприятие. А как они напишутся, если мы уже в это время там погуляем? А потом, для тех, кто смотрит из других городов. Пошли. Это для той кожи, которая, знаете, пигментирует, не пигментирует, а темный такой оттенок. Вот вроде делаю хорошие крема, и уже косметика, но не светится моя кожа. Вот. Кожа начинает светиться. Это антистресс. И здесь прям меня очень порадовало, что в скором времени это у нас с вами будет большая, полноценная линейка. Мы получим здесь тоник, мы получим здесь дневной, ночной крем. Много преподавателей адаптировано под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья и других социально уязвимых групп населения. Более 5000 слушателей из 28 регионов России и двух зарубежных стран узнали больше о важности раздельного сбора отходов и сохранения водных ресурсов в школе. Онлайн-урок фонда по Байкальской мерке посмотрели более 50 тысяч человек из разных стран. Ну а для повышения экологической грамотности мы снова отправляем вас уже известное место, это бизнес-школа онлайн, где разработан специальный курс, который называется «Эко-степ. Шагни в будущее». У нас перерыв, часть народа спустилась вниз, у всех фотосессии, у нас особая фотосессия. Мы оккупировали вот эту зону, это у нас ржет Тюмень, подхихикивает Саранск. Издевается надпись. Любовь к наставникам вообще ничего. Ой, девки, пока они там ржут, пошлите. Пойдем. Дамы, вы попали на ютуб-канал, теперь мы не про Икеа опросили. Супер, нас никто не предупреждал. Вас никто не предупреждал, мы уже привыкшим. Смотрите, какие красоточки. Девочки, вы первый раз в Новосибирске. Первый? Ну, давно или... Знаете, что интересно, вы вчера увидели вживую производство. Вот какие эмоции, какие осознания может быть? Просто для меня производство... Вот для меня вот так. А как для вас? Нам надо тоже так же изобретать. Ну, во-первых, мы так и знали, что производство шикарное. Во-вторых, я полностью уверена, что здоровье моих детей на тысячу процентов в сибирских крепких руках. Моя молодость тоже. Ну и вообще, я в нужном месте, в нужное время. В принципе, я довольна, я мечтала об этой поездке. Ну, с самого начала, я сейчас говорю, у меня вообще мурашки везде бегают. И по мне. В общем, мы тут такие мурашечные. Марин, что скажешь тебе? Ну, я тоже, во-первых, вообще давно мечтала попасть на это производство, увидеть все своими глазами. Увидела. И меня, наверное, убедительно еще раз лишний раз убедилась в том, что вот все, что я думала о производстве, вот оно так и есть. То есть мое представление не разошлось с реальностью. Да, с реальностью. И вот это вот, что меня поразило, реально чистота. Вот стерильная вот эта чистота. Я специально по шкафчику, где стоит противный пожарный. Проверял его? Да, я вот так не запройдула, а там вообще нет. Как плохая свекровь. Да. То есть у меня дома больше, чем вот на этом производстве. Казалось бы, какой-то там вообще шкафчик вообще в коридоре, там в производственном помещении. Одна локация. Спасибо. Для меня это большое. Девчонки, я к вам еще пристану, просто сейчас заканчивается перерыв, у нас еще будут моменты. Я хочу еще очень все-таки, это такой большой влог о нашей поездке. Мы рассказываем в том числе о нашей команде с разных ракурсов, особенно об этой части. Пойдем там концерт. Я очень хочу потом, чтобы вы поделились вообще, да, такими мини-историями, как пришли, почему пришли, то, что у вас у каждого она своя. Окей? Окей. Все. Спасибо. И так же к ним присоединяется бизнес-лидер, Ирина Эрбет. Под ваши несмолкающие аплодисменты. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok